В этом году в Игры чемпионов собрали 15 команд. Сражаться за первое место приехали школьники из Авдеевки, Донецка, Димитрова, Тореза, а также Великонавосилковского и Новоазовского районов. Участники рассказывают, сложность конкурса в том, что ни в одной школе нет таких батутов. Поэтому у команд не было возможности заранее изучить полосу препятствий и предусмотреть возможные трудности. Я не ожидала, конечно, так. Мы там больше в длину попрыгали в этот мячик, а тут по батутам этим прыгали. Вообще очень интересно, класс. В финал соревнований вышли команды из Макиевки и Димитрова. Полоса препятствий, биатлон, бой гладиаторов. В этих конкурсах определяли лучшую команду области. Девочкам нужно было преодолеть сопротивление беличьего колеса и забросить мяч в корзину. А мальчикам предстояло столкнуть соперника вниз батута. В сравнении с прошлым годом намного подготовленнее дети сегодня. Намного. И результаты поэтому лучше, выше. И, в общем-то, борьба была, вы видели, ну, как бы на равных шла. В этом году игры чемпионов проходят в пятый раз. В них соревнуются учащиеся с пятого по десятый классы. Главная цель проекта – пропагандировать здоровый образ жизни и подтолкнуть подрастающие поколения к спорту, рассказывают организаторы. Отвлечь детей от улиц, от табакокурения, от игры в ночных клубах, от питья пива. Эти соревнования привлекут детей в спортивные секции, в детские и спортивные юношеские школы. Этот проект поставил перед собой цель, как можно больше пропагандировать физические упражнения, которые помогают укреплять здоровье. Как и в предыдущие годы, первое место выиграла команда 57-й Макиевской школы. Несмотря на уверенную победу, ребята признаются, побороть соперников было нелегко. Для нас победа – это было сюрпризом, потому что мы тренировались много, но как-то у нас не получалось. Но сегодня мы собрались с духом, и нам удалось все-таки победить. Огромное желание выиграть и тренироваться – это самое главное. Плюс ко всему везение, конечно. Я всегда говорила, что здесь как соберутся, как повезет, так и выиграют. Победители наградили кубками, грамотами и памятными призами. Уже весной команде 57-й школы предстоит сразиться с самыми быстрыми, ловкими и выносливыми школьниками со всех областей Украины. Лучшая команда получит приз – 10 тысяч гривен. Финал конкурса пройдет в лагере «Артек». Помимо многочисленных эстафет, там победителей ждет и трехнедельный отдых. Елена Антонова, Светлана Кихтева, Игорь Нинашев, «Панорама».